НАТО Пропаганда и дезинформация. Польша отрицает заявления Минобороны Беларуси о нарушении границы. Однако к информации, предоставляемой средствами массовой информации белорусского режима, всегда следует относиться с осторожностью и осмотрительностью. Кадыров в Кремле и Акешью не жевал, о сыне не рассказывал, зато себя показал. Думаем, похвастаться даже. Дело о преступлениях лукашистского режима. Бывшего СОБРовца суд Швейцарии виновным не признал. Внесение приговора я получила сразу сообщение и мне сразу перезвонил адвокат. И я была очень в подавленном состоянии. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вырываемся от новостей. Взрывы в Курской области. Там беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию. Без света остались пять населенных пунктов. Хотя еще утром подстанция все еще горела. Минобороны РФ утверждает, что доблестное ПВО сбило 11 беспилотников. Один на территории Калужской области и 10 над Курской. Ночная атака дронов в Курской области – это спецоперация Службы безопасности Украины, сообщил источник украинской службы Би-Би-Си в СБУ. К электроподстанции, на которую дроны сбросили взрывчатку, были подключены важные военные объекты. По данным мониторингового центра оперативного штаба Курской области, сегодня наш регион массированно был атакован беспилотными летательными аппаратами. 10 из них зафиксированы, сбиты средствами ПВО, пользуясь случаем. Хочу поблагодарить всех наших военнослужащих. Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения и прошу это делать на телефон 112 в моей социальной сети. Также прошу убедительно, уважаемые друзья, не подходить к сбитым беспилотникам, дожидаться специальных служб до их обезвреживания. Польша отвергает обвинение Беларуси в нарушении воздушного пространства. Ни один польский вертолет ничего подобного не делал, заявили в польском Минобороны. Накануне военное ведомство Лукашистов заявило, что польский вертолет дважды нарушил государственную границу. Появилось даже в видеообращении белорусского клона Коношенкова. Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. По запросу у польской стороны был подтвержден полет вертолета Вооруженных сил Польши. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16.22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация. Материалы объективного контроля по факту нарушения воздушного пространства Республики Беларусь, установленным порядком, переданы в Министерство иностранных дел Республики Беларусь. МИД Беларуси вызвал к себе временного поверенного в делах Польши Мартина Войцековского и заявил решительный протест. В польском военном ведомстве заявили, что это очередной вброс белорусской пропаганды. Вся информация, предоставляемая СМИ, каждый раз подвергается углубленному анализу и подробному рассмотрению. Однако к информации, предоставляемой средствами массовой информации белорусского режима, всегда следует относиться с осторожностью и осмотрительностью, поскольку она часто является элементом провокации и дезинформирует общественность. Войско польское, вопреки постоянным провокационным действиям Республики Беларусь, неизменно соблюдало и соблюдает все положения и правила, касающиеся нерушимости границ. Кремль на фоне слухов о тяжелом состоянии и даже смерти Кадырова продемонстрировал кадры встречи главы Чечни с Путиным. Говорил, что проблем в Чечне нет, орешки кешью не жевал, как Собчак, впрочем, и о своем скандально известном сцене тоже ничего не рассказывал. Зато охвастался выдуманными успехами кадыровцев на фронте. Думаем. Похвастаться, да, уже хотели. Что сделать? И гуманитарное направление, и боевое. Ваш отряд показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику. Никакие авторы съели. Абрамовцы, как называют их танки, не страшны. В процессе милого разговора Путин поддержал идею строительства новой мечети в районе Южная Бутова в Москве. Хотя вот о скандальном видео, на котором сын Кадырова избивает беззащитного заключенного Никиту Журавеля, не было сказано ни слова. Честно говоря, я не думаю, что федеральный центр побаивается Кадырова. Федеральному центру Кадыров нужен. И с учетом того, что мы знаем, что Путин не использует так уж и интернет, может быть, ему это видео не показывали, совершенно естественным является тот факт, что нарушение прав человека в Чечне — это не тема обсуждения Путина и Кадырова. Даже на Совете по правам человека, где когда-то у Путина были такие источники, которые говорили на тему нарушения прав человека, даже там об этих темах говорили, так сказать, как о маргинальных вопросах. Нарушение прав человека в Чечне не интересует Путина, поэтому для меня совершенно естественно, что об этом не говорили. Менее естественно, что не говорили о здоровье, но тоже можно понять. Также в Кремле состоялась еще одна знаковая встреча. Диктатор провел аудиенцию с так называемым преемником хозяина ЧВК Вагнер Андреем Трошевым. Экс-командир ЧВК займется формированием добровольческих подразделений для войны в Украине. По информации пропагандистов, Трошев рассматривается в качестве преемника Пригожина. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что он уже работает в Минобороны. Во время мятежа, напомню, Троша не поддержал Пригожина и якобы передал информацию о бунтовщиках ФСБ. Ну а тем временем британская разведка сообщает, вагнеровцы возвращаются в Украину в составе новых подразделений. Точный статус перераспределения личного состава не ясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных сил Минобороны России и другие ЧВК. Некоторые сообщения говорят о концентрации ветеранов Вагнера вокруг Бахмута. Их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие будут знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку прошлой зимой сражались на той же территории. Суд в Швейцарии не признал бывшего бойца белорусского специального отряда быстрого реагирования Юрия Горавского виновным в насильственном исчезновении бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центра избиркома Виктора Гончара, а также друга Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского. В 2019 году Горавский приехал в Швейцарию и рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко, в которых, по его словам, он участвовал. Ну, конечно, я расстроена. Я расстроена прежде всего, потому что, ну, вроде как получается, что опять мы не знаем, что произошло. Мы не знали, не знали. Вдруг мы узнали, что произошло 3-4 года назад, а теперь получается, что всё это опять же под вопросом. Поэтому, да, я расстроена, потому что мне хотелось бы поставить точку. После внесения приговора я получила сразу сообщение, или мне сразу перезвонил адвокат, и я была очень в подавленном состоянии. Сейчас чувствую немножечко себя лучше, взяла себя в руки. Белорусские правозащитники Центра весна вместе с европейскими коллегами впервые в истории добились процесса по делу о похищениях оппозиционеров в Беларуси. И семьи Захаренко, Красовского и Гончара наконец увидели, как человека судят за убийство их родных, которые произошли 24 года назад. Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Временные меры защиты, которые ввели после начала российского вторжения в Украину, должны были истечь в марте 2024 года. В заявлении Совета ЕС отметили, что решение принято, чтобы дать определенность для более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в ЕС. В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском Союзе, получают жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей. В городе Роттердам в Нидерландах неизвестный стрелил стрельбу, убив трех человек. Нападавший проник в квартиру, выстрелил в 39-летнюю женщину и ее дочь, а затем поджег комнату. Потом отправился в соседний медуниверситет и выстрелил в одного из преподавателей. Тот скончался на месте. Позже тяжело раненая 14-летняя девочка, которую доставили в больницу, тоже умерла. Мотивы задержанного точно неизвестны. Его удалось задержать около половины третьего ночи. У него в кармане было огнестрельное оружие, и он был одет в бронежилет. Основываясь на информации известной следственной группе, мы можем подтвердить, что подозреваемый действовал в одиночку. Мы рассматриваем его поступок как целенаправленную акцию. Но зачем он это сделал, нам предстоит выяснить. Подозреваемый был студентом медицинского университета. Китай заберет всех панд из американских зоопарков в конце 2024 года. В декабре истекает договор аренды трех панд у зоопарка Вашингтона, сообщил Блумберг. Они жили там около 50 лет. Три других американских зоопарка в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе либо уже попрощались со своими пандами, либо тоже вернут их до конца года. Китай и США отрицают наличие политической подоплеки, однако КНР давно использует пандодипломатию, чтобы показать благосклонность или же наказать оппонентов. Китайские мишки живут в зоопарках по всему миру, но не принадлежат им. Их отдают в аренду, а контракты ежегодно приносят КНР сотни тысяч долларов. Гость-секретарь США сыграл на гитаре и спел блюз. Энтони Блинкен вышел на сцену как гитарист и вокалист и исполнился ансамблем блюзовый стандарт «Хучи-кучи-мен», который в 1950-х годах впервые записал «Мадди Уотерс». «Мадди Уотерс» Как вам хит в исполнении Блинкена? Напишите в комментариях. А я на этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Твиттере. Поблагодарить нас за работу. Можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылкам в описании. До новых встреч, хороших вам новостей, Слава Украине! Живей Беларусь!